Вот сейчас ребята расчищают весь периметр. Задача нашего сезона нынешнего попытаться войти внутрь башни. Предыдущие раскопки не давали возможности представить, как выглядела крепость Раевского городища. Только в этом году археологам удалось обнаружить 4 метра каменной кладки. Это хорошо сохранившиеся остатки сторожевой башни. Здесь даже можно увидеть отдельные блоки, из которых были сложены кирпичи по-нашему, да? Из которых были сложены эти стены. Впервые копать Раевское городище археологи начали в конце 19 века. В турецких источниках это укрепление называлось Нагай-Кале. Построено оно было в конце 1 века до нашей эры. Специалисты находят здесь артефакты сразу нескольких эпох. Каменные топоры, римские и греческие монеты. Внезапно обнаружилось копление рыболовных грузил. Оно высечено конической формы с четырьмя гранями. И вот наличие двух дырочек позволяет показать, что это, во-первых, это точно керамика. А еще остатки амфор для вина, монеты с изображением Зевса. Все это говорит о том, что Нагай-Кале имела прочные связи с греческими городами. А возможно даже подчинялась им. Руины крепости хранят еще немало загадок. До сих пор неизвестно, когда и кем она была разрушена, почему не отстроена заново. Археологи надеются на новые находки, которые прольют свет на историю Нагай-Кале. Елена Коршунова, Виталий Кузьмин, Алексей Абрамович, Новороссийск. Субтитры создавал DimaTorzok